Всем доброго времени суток, меня зовут Ева Лекцер, рада приветствовать всех на своем канале. Очень долго не выходила в эфир, не выходила к вам на связь, вот теперь я восполняю этот пробел. В текущем видео хочу предложить расклад на последующую тематику, почему он или она не хочет со мной взаимоотношений. Первый аркан будет вам показывать модель поведения партнера по отношению к вам, да, и второй аркан истинные причины, либо мотивы, почему человек не хочет взаимоотношений с вами. Расклад является универсальным, унисекс, как для мужчин, так и для женщин. Более того, этот расклад подходит как для однополых, так и разнополых, да, отношений. Поэтому ваша задача настроиться на расклад, проговаривать про себя имена даты рождения вас и вашей партнерши, либо партнера, и посмотрим, о чем же нам говорят арканы. Напоминаю, что я работаю как на прямых, так и на перевернутых арканах. Так, настраивайтесь, пожалуйста, и будем смотреть. Напоминаю, что всего у нас с вами будет 8 позиций. Итак, первый вариант. Мотивы и реальные причины. Второй. Третий. Четвертый. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой и восьмой варианты. Так, пожалуйста, выбросьте из головы все лишние, нужные мысли. Ваша задача сейчас расслабиться, сосредоточиться на раскладе. Думаю, вы уже выбрали ту стопку карт, либо тот вариант, который вы себе продумали заранее. Итак, давайте смотреть. Для тех, кто выбрал первый вариант. Как себя человек позиционирует по отношению к вам. Здесь падает аркан маг. Но эта карта четко показывает ситуацию, что человек манипулирует вами. То есть он четко знает ваши слабые места. Он интуитивно понимает, за какие ниточки необходимо вас дергать, чтобы добиться того или иного результата. Он четко осознает, что контролирует ваши взаимоотношения и направляет их в нужное для него русло. Потому что маг – это карта и тонкого психолога, человека, знатока людских душ, человека с большим опытом и человека, который живет только ради собственных интересов. Итак, основная причина, почему он не хочет с вами отношений, ибо она. Во-первых, человек уже может состоять в сожительстве, либо в брачных отношениях. А во-вторых, поскольку четверка жезлов перевернута, человек в принципе не готов к семейным отношениям, к постоянным и длительным отношениям, не готов брать на себя обязательства в отношении вас. То есть для этого человека, особенно, ну, проиграется для тех, все-таки для женщин, да, которые загадали мужчину, мужчине нужны свободные отношения и не более того. Поэтому если вы здесь рассчитываете на брак и семью, к сожалению, нет. Этого здесь не будет. Итак, для тех, кто выбрал второй вариант, давайте смотреть. Так, ну, по пятерке, пятерка копий, она здесь называется, это пятерка жезлов. Карта четко указывает на то, что мужчине с вами тяжело. Идет постоянная борьба, эмоциональная, ментальная, попытки, знаете, помириться писюнами, да, кто в доме хозяин. Пусть это звучит грубо, но факт остается фактом. То есть здесь вы, партнеру, либо партнерше, даетесь очень тяжело. В плане темперамента, в плане ментала, в плане каких-то эмоциональных сопереживаний. Вы пытаетесь понять, кто в этих отношениях в роли ведущего, кто в роли ведомого. Во всяком случае, человек так себя позиционирует, что он не вытягивает взаимоотношения с вами. То есть вы ему не по зубам. А что же является на самом деле ключевой причиной? Ну, девятка кубков, это карта какого-то, я не могу сказать, что здесь самодостаточного одиночества, нет. Здесь карта отношений для удовольствия. А что же мы под этим подразумеваем? Потому что по девятке кубков человек доволен происходящим положением вещей. И маловероятно, что что-то будет менять. Аркан правосудия. Здесь, скажем так, по отношению к вам идет какая-то ситуация осуждения. Это, во-первых, и опять же по карте юстиция у человека уже может быть связь, которая идет к какому-то официальному, скажем так, оформлению, да, узаканиванию отношений. И вот такой вот момент. Для некоторых это еще проиграется, что мужчина боится связать себя обязательствами. То есть готов только, например, к формату сожительства, но не готов пока к брачным отношениям. Потому что здесь для него на текущий момент жизнь полная чаша. И это положение вещей он менять не намерен. Так, для тех, кто выбрал третий вариант. Ой, король кубков. Барышни проиграются особенно для тех, у кого мужчины водной стихии. Водная стихия это рак, скорпион или рыбы. Мужчина эмоциональный. Мужчина очень веобильный. Мужчина харизматичный. С таким вот стержнем внутри. Мужчина прекрасный любовник. Мужчина ловелас. Ну, скажем так, умолеете вы от него без остатка. И мужчина к вам позиционирует свое расположение, теплоту, искренность чувств. Если здесь все-таки речь идет о женщине, то это женщина такая вот эмоциональная, добрая, но такая, знаете, как мужик в юбке. Можно озвучить и так. Что же является основной причиной, да, почему человек не хочет отношений с вами? Рыб термичей. Как говорят у нас на Украине, знык у наивидомому напрямку. Человек просто исчез, исчез из вашей жизни без объяснений, без каких-либо причин на то. Либо еще перед уходом мог вам нанести какую-то душевную рану, либо вас словесно обидеть. То есть здесь человек, по сути, и не счел нужным что-то вам объяснить или озвучить и так далее. То есть отношения были яркими, эмоциональными, но, как говорится, очень часто короли кубков – это вечные холостяки. Либо вечные будулаи, которые перебегают за них отношения в другие. В четвертом варианте. Так, как человек себя позиционирует? Старший аркан солнца. Ну то есть отношения показывают теплое, доброе, чистосердечное. Но здесь по этой карте ярко выражен эгоизм. То есть человек здесь преследует четко свою зону комфорта. То есть для него это главный, я бы сказала, ключевой аспект. Почему же на самом деле не хочет взаимоотношений с вами? А здесь падает перевернутая восьмерка мечей. Ну скажем так, на текущий момент у него есть ряд обстоятельств, из которых он пытается выпутаться. Давайте уточним, что же здесь конкретно. Смотрите, есть ли с позиции, почему человек с вами не развивает отношения? Я бы сказала так, что ибо словам грош цена. Потому что по перевернутой девятке кубков, простите, не кубков, а пентаклей, сама по себе ситуация, когда человек много обещает, но мало делает. Но это проиграется не для всех. Для некоторых это проиграется как ситуация каких-то денежных проблем, либо долговых обязательств, которые человек пытается решить. И скажем, для него это ключевая проблема, поэтому ему сейчас не до отношений с вами. Поэтому здесь не так все критично, не так все плохо на самом деле по четвертому варианту. Возможно действительно у человека есть какие-то большие финансовые проблемы, и ему просто сейчас на текущий момент не до вас. Для тех, кто выбрал пятый вариант. Так, перевернутый отшельник, да, как себя человек позиционирует? Ну, как я говорила, одиночество вдвоем. Человек, конечно, хочет выбраться из ситуации изоляции, ситуации одиночества, но пока не видит ли до этих предпосылок, никаких предпосылок. Человек эмоционально отгораживается или закрывается. То есть вы можете находиться в ситуации разлуки, либо в целом ситуации ссорой. Каждый погружен себя в свои какие-то эмоциональные переживания и пытается разобраться, что к чему, зачем и почему. То есть для чего нужны эти взаимоотношения, что они по итогу могут принести, какой будет результат. Почему же на самом деле человек не хочет отношений с вами? Перевернутый аэрофант – это человек, который не готов себя связывать узами официального брака. Если в брачных отношениях – это желание развода. Если брака у вас не было, скажем так, это формат лжиотношений. Могу сказать вам однозначно, что весь человек вам просто не по судьбе. Во всяком случае, так вам об этом говорят карты. Что вам с этим делать? Безусловно, решать вам и вам принимать решение. Так, для тех, кто выбрал шестой вариант. По шестому варианту. Здесь скука, рутина. Либо человек ушел с головы в учебу, либо в работу, поэтому на текущий момент от вас отстранился. А что является истинной причиной? Вот карта ностальгии, карта желания примирения, если вы в ссоре. Желание подсоединения семейных связей. Но опять же, в текущем контексте, Сейчас я посмотрю. Здесь семья может быть ключевым камнем вредновения для развития ваших отношений. Например, его родственники. Мама, папа, сестры, братья и так далее. Сейчас же посмотрим, что у нас здесь. Так. Выход из состояния иллюзий. Трезвый взгляд на вещи. Какое-то осознание истинного положения вещей. И вот не хочу вас пугать, но по перевернутой семерке кубков это еще и ситуация разочарования вас. Почему? Да потому что по перевернутой королеве мечей идет ситуация какого-то холода. С вашей стороны, например, по отношению к мужчине. Либо если вы мужчина смотрите, да, то по отношению к женщине. Еще такой момент. Перевернутая королева мечей, простите, не мечей, жезлов, спирс, а то копья. Здесь четко проявляется ситуация ревности, ситуация эгоизма и ситуация холода. Вот вы не даете человеку страсти, не даете человеку эмоций. Поэтому обратите внимание на этот аспект. И если вы этот момент уладите, то все войдет в нужное русло. И отношения с человеком у вас будут развиваться. Так, для тех, кто выбрал седьмой вариант. Что же у нас здесь? Девятка жезлов. Человек от вас эмоционально закрыт. Чувство очень большой обиды, чувство какой-то вот эмоциональной отгороженности. Знаете, как говорится, режет по живому, да, ну вот как здесь видно. Вас это очень задевает, почему человек закрывается, причем не давая никакого объяснения на это. А истинной причиной является карта мир. То есть, либо вы общаетесь по интернету, либо вас разделяет очень большое расстояние человека в отъезде. И либо же, если вы общаетесь по интернету, то человек здесь не видит возможности для продолжения ваших взаимоотношений. Секундочку, сейчас уточню этот момент. Так, что у нас здесь? Пятерка кубков, карта потери. Значит, смотрите, о чем говорят карты. У человека, не беременно ваши взаимоотношения, на текущий момент может произойти какая-то ситуация горя. То есть, кто-то заболел, кто-то умер, либо какие-то в целом серьезные жизненные перипетии. То есть, в принципе, не до вас. Если все-таки, скажем так, брать с позиции ваших отношений, ситуация ссоры и разрыва. И человек из-за обиды какой-то большой внутренней не готов выходить с вами на контакт. То есть, здесь ваша задача исправить свои косяки в этих отношениях. И вот тогда эта ситуация имеет право каким-то образом разрешиться, выйти в нужное русло. Для тех, кто выбрал восьмой вариант, как человек себя позиционирует, как рыцарь жезлов. По рыцарю жезлу карта замечательного любовника. Страстного, пылкого, эмоционального, но ветреного. Как на самом деле обстоят дела? Здесь у нас падает перевернутая четверка кубков. Человек пытается найти какие-то перспективы в взаимоотношениях с вами. То есть, да, стремится к выходу их на новый уровень, на новый план. Но почему-то не получается. Сейчас посмотрим, что здесь. Иногда перевернутая четверка кубков это карта еще новых знакомств, новых связей. Возможно, таким образом человек пытается отвлечься от взаимоотношений с вами. Что здесь у нас на самом деле? Да нет, товарищ здесь ушел. И ушел в поисках новых впечатлений. Потому что, вот сейчас покажу в прямом положении. Вот эта восьмерка кубков. Если для вас вот в прямом положении это был бы уход неожиданный, то здесь уже уход у него был спланированный, уход осознанный. Потому что эмоции здесь уже, к сожалению, иссякли. Вот так-то. Ну, в принципе, рыцари жезлов, товарищи неблагонадежные. Можно сказать и так. Вот таким у нас вышел расклад. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, как он у вас проигрывается или не проигрывается. Я вам искренне буду благодарна за обратную связь. С вами была Ева Лекцер. До новых встреч.